Виоланта Виоланта — это одна из трёх последних шедевров Петра Ильича Чайковского «Виоланта», «Щелпунчик», «Шестая симфония». В письмах он говорил о том, что пишет невероятно светлую оперу, которая будет вызывать слёзы. Действительно, эта опера невероятно трогательная, как открытое сердце. Она очень светлая, с одной стороны, с другой стороны. Общение с этим материалом всегда как-то очень обязывает к бережному отношению с этой музыкой. В этой опере никто не умирает, да, никто никого не убивает. То есть большая редкость для очереди. Всё заканчивается хэппи-эндом, тоже большая редкость. Но я думаю, что Пётр Ильич тут хотел нам больше что-то сказать. О силе божественного величия, да, о вере, о доверии, о любви. И в итоге выдаёт нам огромный ансамбль счастья. То есть полный катарсис и у певцов, и у оркестров, и у зрителей, я думаю. Оперу сразу услышал ещё на репетиции о государе-император, который приходил и слушал, и которому она очень понравилась. В отличие, кстати, от профессиональной критики и даже от критики коллег Чайковского. Пожалуй, не найти такой оперы, в которой в самой начальной части, вводной, например, такую роль играет такой инструмент, как английский рожок, видовой инструмент. И здесь он, используя эти необычные решения, создаёт действительно новую, другую атмосферу с первых же звуков. Это невероятная, совершенно сказочная, в хорошем смысле сказочная музыка, добрая сказка, когда девушка действительно прозревает. На самом деле эмоции там весь спектр от недоумения, непонимания. Она в чём-то похожа на Татьяну в сцене письма, потому что с ней что-то происходит, взросление, какие-то новые ощущения, желания новых ощущений. Я думаю, что мы все каким-то образом похожи на Иоланту, потому что сколько раз вы в жизни, я в жизни, задавали вопрос, правильным ли путём я иду, правильно я думаю, верны ли твои ощущения, или ты обманываешься. И вот она задаёт обыкновенные себе человеческие вопросы. Британский врач, ну я думаю, что он какой-то для Рене, для Иоланта и для всех, кто собран в этом месте, да, в этом замке маленьком, в горах, он как мессия какой-то послан, чтобы каждому указать его ошибки и как-то поменять. Король Рене всё перепробовал, и последняя его надежда Ибн Хакия, который, собственно, тоже приложил руку, но помогла, наверное, всё-таки Иоланте. Её любовь к Альмерику дала ей силы и желание увидеть свет своего любимого. В этой опере собраны, можно сказать, хитовые оперные арии. Естественно, сложные и технически, и физически, и тисситурно, но у нас очень хорошая команда. Концертное исполнение, конечно, оно немножко сложнее, чем спектакль, потому что у тебя нет ни костюма, допустим, у мавританского врача ничего, мы там, ничего так, ничего нет. То есть приходится обходиться подручными средствами, то есть самим собой. Имеющие уши да услышат, то есть идти зрителям нужно с ощущением открытого сердца, как и жить, я думаю. Летний фестиваль наполнен совершенно разными событиями. У нас действительно будет много русского искусства, много замечательных творческих программ будут представлены. События каждый день для разной аудитории, много событий для детской аудитории, для семейной. В общем, летний фестиваль «Зарядье» — это становится не просто доброй традицией, на настоящий праздник высокой музыки для горожан и гостей нашего города. АПЛОДИСМЕНТЫ